Здравствуйте! В эфире «Время жить»! Программа о здоровом образе жизни и спорте. Сегодня вы увидите... Новый год без сигарет. Что нужно знать об этой вредной привычке? Мечты и цели. Как достичь поставленных результатов? Советы врачей в празднике. Новый год без травм. Народная мудрость гласит, как Новый год встретишь, так его и проведешь. В итоге каждый россиянин буквально из кожи вон лезет, чтобы провести эту ночь как можно лучше. Стараясь отдохнуть так, чтобы душа развернулась, мы нередко забываем о чувстве меры. А это не всегда хорошо для нашего здоровья. В следующем сюжете мы обобщили самые важные советы врачей в праздничные дни. Новый год самый долгожданный и любимый праздник не только для детей, но и для взрослых. Однако зачастую его празднования могут омрачить проблемы со здоровьем, которые мы сами же способны создать различными новогодними мероприятиями. Праздничные застолья, да, это, естественно, обильные приемы пищи. Нужно себя любить в том плане, что, несмотря на то, вот это наше изобилие, нужно непосредственно, да, когда мы сидим уже с тарелкой за праздничным столом, нужно внимательно посмотреть на это застолье и непосредственно подумать, что же у тебя непосредственно будет в тарелке. И те рекомендации, да, о которым о правильном здоровом питании я говорила, они должны непосредственно быть соблюдены. То есть белковый компонент, он должен присутствовать обязательно. И сложный гарнир из непосредственно овощей. Вот, ну и как бы знать меру во всем, она, естественно, особенно в праздничные дни застолья, она всем нам необходима. Врачи рекомендуют не голодать перед праздниками. Многие это делают, чтобы похудеть и надеть какой-то особый наряд. Но это очень опасно, прекращать диету в один момент. Во-первых, теряется весь ее смысл. Во-вторых, это слишком резкая и большая нагрузка на организм. Питаться лучше размеренно, в праздники себя не перегружать. Поменьше употреблять жирную пищу, следить, чтобы продукты были свежие. Не следует злоупотреблять минеральной водой и другими газированными напитками, которые только усугубляют ситуацию, увеличивают площадь и степень всасывания вредных веществ. Словом, надо помнить о золотой середине. Об этом напоминают врачи самых разных направлений, как диетологи, так и травматологи. Ну, зимой травмы, как правило, попадают в результате падения на скользком, при гололёге. Ну, и нужно немножко иметь в виду, что человек, представляю, выходить когда на улицу, а в том, что это опасность, надо немножко передвигаться соответствующим образом. И иногда бывает, что вот люди падают, стремятся защитить те предметы, которые они несут. Не надо это делать. Лучше не думать об этом, о защите этих предметов, что находятся у них в сумке, в руках, в пакетах. А как, значит, падать так, чтобы было ему удобно, а не этим предметам. Травматологи рекомендуют быть осторожными с пиротехникой и покупать фейерверки в магазинах, чтобы быть уверенными в качестве продукции. Я так думаю, при запуске эти пиротехники надо быть предельно-предельно осторожным. Значит, если что, рядом, никого вблизи не было посторонних при запусках, и всегда надо помнить о последствиях для окружающих. Если при большом скоплении народа их лучше не запускать. Потому что неизвестно, какого качества это пиротехник для ракеты. Бывает, что вместо того, что взлетают вверх, они летят в толпу. Продолжительные выходные – отличный повод хорошо отдохнуть и набраться сил. Но только так, чтобы каникулы запомнились весельем и отлично проведенным временем, а не полученными травмами, ожогами или обморожениями. При обморожениях, в первую очередь, это, наверное, болезненные ощущения, а не менее покалывание в конечностях, побледнение кожных покровов. Раньше предлагалось, значит, с остальными изделиями порастирать. Растирать, конечно, можно. Мы во время растирания, как говорится, мочируем участок тканей, вызываем приток крови, и явления отморожения, конечно, уменьшаются. Или даже репидируются. Но я бы не советовал грубыми тканями растирать, потому что производится микро-травматизация. травмирование цикозной покрови, тогда легко попадает в мочекция. Лучше растирать спиртосодержащим жидкостью. Врачи называют важным атрибутом праздника аптечку. Она, безусловно, есть в каждом доме. Однако, по словам медиков, к праздникам ее желательно слегка обновить. Мы надеемся, что она вам не понадобится, и Новый год принесет вам только приятные сюрпризы, а еще хорошее настроение и много улыбок. В конце каждого года тысячи людей дают себе обещание с 1 января начать новую жизнь, в частности, бросить курить. Потом переносят на 2 января, все-таки первый еще праздник, затем на начало следующей недели, месяца и так до бесконечности. Это понятно, не так-то просто взять и бросить курить. Как говорится, легко сказать, но трудно сделать. Как избавиться от этой вредной привычки, обсудим в следующем сюжете. Универсальное средство против курения, несмотря на необычные успехи науки, еще не изобрели. Поэтому каждый человек путем проб и ошибок находит собственный метод. Некоторые смельчаки бросают и неимоверным усилием воли перебарывают потребность закурить. Физиологическая часть, так называемый синдром отмена, он пропадает где-то спустя месяц. А если это происходит на фоне лечения, то значительно легче и быстрее. То есть не столь сложно убрать вот это болезненное состояние. Сложнее бывает не бросить курить, а воздержаться от дальнейшего, от возврата курения. То есть вот тут требуется поэтому обычно психотерапевтическая помощь, чтобы уже разобрать механизмы психологические, каким образом человек может осознанно или неосознанно вызывать желание закурить, и что с этим делать, чтобы не вернуться к курению. Нередко для тех, кто хочет бросить курить, настоящей ловушкой служит убеждение, что сегодня не самое подходящее время, а завтра будет легче. Стресс – не подходящее время, чтобы перестать курить. А в отсутствии стресса нет и желания бросать. Зависимость формируется, с одной стороны, из-за никотина, который, попадая в организм, встраивается в обменные процессы, то есть действует определенным образом на ряд структур головного мозга, да, и формирует обмен таким образом, чтобы человек себя нормально чувствовал, ему приходится систематически курить, то есть чтобы поддерживать определенное количество никотина в организме. На осмысление проблемы требуется время, а еще честность и мужество. Здесь важно понять, какие потребности стоят за курением. Нередко уместно задать себе вопросы, чего мне будет не хватать, если я перестану курить, и что сможет удовлетворить эту потребность лучше, чем сигарета. Ответы на них, возможно, помогут двигаться в правильном направлении. Методы лечения подразделяются на то, чтобы снять физиологическую сторону проблемы, то есть снять болезнь, состояние, ну, например, методы рефлексотерапии, там нет и другие физиологические методы, лекарственные препараты и так далее. А для решения психологической стороны проблемы это консультация психотерапевта. Достигать цели можно разными способами, да, то есть есть так называемый способ волевой, то есть человек в волевом усилии мучается, но не курит и так далее. Но все-таки с помощью процесса отвыкания от сигарета протекает более легко. То есть можно дойти куда-то пешком далеко, можно добраться на транспорте, чтобы более комфортно и быстро. Существует множество приемов, которые нередко помогают при отказе от курения. Вот небольшая часть из них. Объявите о своем решении членам семьи, ближайшим родственникам, друзьям, знакомым. Дома и на рабочем месте уберите с глаз все предметы, связанные с курением. Обеспечите своему организму определенную физическую нагрузку. Откладывайте деньги, которые вы ежедневно тратили бы на сигареты. Наметите перечень вещей, которые вы хотели бы подарить себе или своим близким и покупайте их на сэкономленные средства. Возможно, какой-то из этих приемов поможет вам при отказе от курения. Помните, на свете живут тысячи людей, которые независимо от сигарет. Они сумели бросить курить и не лишились чего-то ценного в жизни, а наоборот приобрели. Одна из таких важных ценностей – наше здоровье. Считается, что Новый год – время исполнения самых заветных желаний. Но, как известно, чтобы чудо состоялось, главное – сделать все правильно, настроившись на результат. Как загадывать желания и воплощать мечты в жизнь, расскажем дальше. Цели Нового года всегда грандиозные, конечно, если не бояться мечтать. Психологи говорят, что для того, чтобы укрепить веру в свои возможности и в реализацию желаний, классифицируйте свои цели Нового года на маленькие, большие и средние. К маленьким относятся незначительные желания, которым тоже нужно уделить внимание. Купите то, что хочется, позвоните, встретьтесь, пойдите, съешьте и так далее. Такие исполнения желания надо устраивать себе регулярно. Это как мини-тренировка. Подсознание просто обучается вере в то, что цели достижимы. На следующем этапе ваша зона комфорта позволит увеличить размах, начнут реализовываться цели более глобальные. Первое правило – это цель должна быть обязательно реальной. И не пытаться поставить себе глобальную цель какую-то на конец жизни или на 10 лет вперед. Попытайтесь поставить цель маленькую, но достижимую. Например, сейчас я зарабатываю 500 рублей в день, а хочу зарабатывать 1000 рублей в день. И достигайте этой цели, потому что когда она вот такая реальная и небольшая, и недолгая, сразу появляется дополнительная мотивация для того, чтобы этого добиться. И она сформулированная в голове сразу дает нам какие-то рычаги для того, чтобы ее осуществить. Чтобы желания на Новый год непременно сбылись, нужно правильно их формулировать. Например, стоит отказаться от частицы «не». Если то, в чем вы больше всего нуждаетесь в данный момент – это здоровье, стоит исключить фразу «я не хочу болеть». Лучший вариант – «я хочу быть здоров». Осуществление ваших желаний во многом зависит от того, как правильно мы ставим цели. То есть конкретная словесная формулировка цели, при которой нельзя употреблять «бы» частичку, нельзя употреблять отрицание «не». Например, «мне бы надо похудеть», «мне бы надо сбросить лишний вес». Вот это «бы» здесь совсем абсолютно не нужно, потому что это сразу у нас в подсознании откладывается как что-то такое расплывчатое, нереальное, и можно добиться, а можно и не добиваться. Надо «бы», но не необходимо. Поэтому «бы» неуместны, «не» неуместны, только четкие формулировки. «Хочу» сбросить лишний вес. В плане «хочу» – пожалуйста, все свои «должен», «надо», «необходимо» замените их на «хочу», и тогда цель ваша покажется более реальной и более явной, и более достижимой, потому что вы поймете, что вы вкладываете в это ваше желание. Бывает так, что нам сложно понять, чего мы хотим на самом деле, чтобы услышать, что желает ваша душа и сердце. Психологи рекомендуют вспомнить, чем вам нравилось заниматься в детстве, кем хотелось стать. Посмотреть, кому из людей есть чувство зависти, возможно, то, чем этот человек занимается, и есть то дело, которое у вас получится ничуть не хуже. Стоит посмотреть и на ту работу, которой вы занимаетесь, и спросить себя, какая ее часть вам наиболее интересна. А еще иногда помогают такие вопросы, от чего я откажусь навсегда, если мне дадут миллион долларов, и от чего я не откажусь, несмотря ни на какие деньги. Правильно задать себе вопрос, зачем мне это нужно. Если у вас есть какая-то жизненная необходимость, вы найдете ответ на этот вопрос. Зачем, для чего. Правильно спросить себя, в какой период времени, в какие сроки я хочу этого добиться. И тогда у вас четко получится, мало того, что четко сформулировано, еще и четкие пути достижения. Если же эта цель какая-то глобальная по жизни, такая далекая, перспективная, профессиональная карьера или еще что-то, нужно раздробить ее на более мелкие, как ступенечки. В общем, берите лист бумаги или чистый файл компьютера и пишите. Пишите все, что приходит в голову, отвечая на вопросы. Будут сомнения, будут новые вопросы. Все это поможет вам понять, чего вы хотите на самом деле. Потрудитесь душой, и ваши мечты и цели воплотятся в жизнь. Я поздравляю вас с Новым Годом! Пусть он принесет счастье в каждую семью. Пусть исполнится ваше самое заветное желание. Крепкого вам здоровья, душевной гармонии и оптимизма. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова